Продолжение следует... А третье — это возможность, если человек думающий, жаждущий что-то изменить, повлиять, то эта профессия дает возможность. Вот здесь все началось, наше детство. Ничего сейчас не осталось. Грустное зрелище. Может быть, это все приспособлено для современной жизни, а тогда была же совсем другая. Наш совхоз был, деревня была очень красивая. Река Лихоборка, на которой мы на корытох плавали, как в пьесе Вампилова, скажем, через вас пройдет дорога. Вот она как раз дорогу прошла, там, где был дом наш. Домик был небольшой, архитектура интересная такая, старинная, русская. Я посадил вишневый сад. И когда все сломали, весь наш совхоз, здание, сад еще долго. Долго вишни были. А потом, как вот дорога прошла, катком все уничтожено было. У человека должна память оставаться о самых таких светлых днях. Предполагается, что детство у человека, какое бы оно трагическое, печальное, не было, но все равно светлое. Потому что в это время надежда у ребенка возникает, что он зачем-то появился на земле. Значит, он что-то должен хорошее, доброе сделать. Если свидетельство есть, а у нас нет свидетельства, это вот то, что осталось от нашего детства. Красивое, правда. Такую жизнь, вот, скотный двор, конюшка, вот такая жизнь. Ну, так как женщины дожди, вот, какой-то красивой, радостной жизнью, организовали драм-кружок. Им так летом сбили, так сказать, подиум такой, где они должны играть, и три деревни собирались смотреть. Поздно солнце заходило. Они после вечерней дойки приходили. Мужчины, кстати, рубашка, так сказать, поглаживая, тут на верхнюю пуговку застегнута. Сидели такие, серьезные очень. Смотрели на своих жен. Потом, она доставалась после этого спектакля. Мама вот занималась драм-кружке. Она очень красивая была, играла благородная. Холика, Три, ну, господи, еще какую-нибудь героиню. Когда такие вот благородные роли играешь, то там надо с партнером или с партнершей целоваться. И близкие очень полезно переживают. Ну, поцелуй меня. Здравствуйте, Маратин. Здравствуйте, Андрей Федорович. Добрый день. Вот отец, для него была трагедия, чем, что он видит, как его жену целует. Три деревни видит, а он ничего сделать не может. Тогда он начинал, тебе не стыдно, с каким-то конюхом целуешься. Андрей, это не я от себя защищала. Это та женщина, которой я играю, но я-то тебя вижу. Школьные воспоминания. Тоже у нас драм-кружок, у нас девчонка. Вот девчонки, птицы, все время в режиссии. На драм-кружок организовала и первую пьесу мы стали ставить. Тимура и его команда. Как вы думаете, какую мне роль поручили? Отрицательно. Квакина. От этого спону хигана. Потом я стал ездить в театр, в Большой театр. Я приезжал из нашей деревни, ночью мы за билетами стояли и слушал. В основном смотрел оперы. Любимый мой артист был это Лемешев Сергей Аковлевич. Я считаю, гениальный артист. Не только певец, но и артист. Он ведь у Станиславского учился. Он старался оперу превратить в действие. Я шесть или семь раз видел и слышал, как он Ленского пел. И весь зрительный зал плакал, когда на дуэли он погибал. С ним в очередь Иван Семенович Козловский тоже исполнял эту роль. Когда Иван Семенович падал, так бум. Утар опол. И публика всем между собой говорит, что же его раньше не убили. Вот такое отношение было к разным артистам. Потом я попал в один театр. Мне за пионерскую работу дали билет на сказку. Сказка была трагическая. Прямо пойдешь, очень плохо. Налево еще хуже. Направо это конец. Я вот сидел, у меня были такие сапоги военного образца с подковами. Я не мог тогда себя объявить, но вот природа дала себя знать. Потом я попал, они очень фальшиво все играли, изображали. А дети чувствуют фальшиво. Не только когда играют на сцене артисты, а и в жизни. Я в какой-то момент высочайшего там происходящего события, драматического, встал и громко с сапогами покинул зал. Долго я мучился. Почему так они... Не так все должно быть не так. Они играли. Затем, когда я уже был учащимся кисловно-сварительному техникуму, так случилось, что я попал в Амхат, где мы сейчас находимся. Я увидел гениальный спектакль «Три сестры». Идея Еландская играла, Степанова, замечательная играла. Тарашева, и вот Степанова стоя спиной на зрительному залу, глядя в окно, сказала «в Москву». У меня сразу мурашки побежали, я был потрясенным. И со мной что-то случилось, я очень начал ходить во всякие грампушки. В техникум занимался, в армии тоже. И когда я пришел из армии, вернувшись в техникум, я вел всякие вечера, снял всякие программы на темы нашей студенческой жизни. И я решил пойти себя испытать. И когда я дома, мама, с отцом сидели, соседи смотрели по телевизору. И концерт Иван Семенович Козловский пел, а за ним так полукругом хор стоял. А полы такие были, значит, в Руссии. И как кто входил, артисты начинали через линзу плавать, как в фильме «Пять вечеров». Я сказал, я вот хотел бы пойти проверить себя, сдать экзамены. Мама почему-то заплакала. Отец долго молчал. Рядя на Ивана Семеновича и сказал, если ты будешь вот как он, иди. А если как вот за ним кто стоит, не надо. А как ты можешь узнать, кем ты будешь? Я пошел, сдал экзамены. А почему-то в Сепкинское пошел. Я вот был такой стеснительный, нервный человек. А там был парень из нашей школы. Уже учился вместе с Лешей Баженко, с Юрой Соломиным учился. Я его знал, я ходил туда смотреть, как студенты отрывки показывают, дипломный спектакль. Я уже привык к этому училищу и пошел. Именно туда поступал. Был руководитель Курса Зубов. Это руководитель Малого театра. Один из выдающихся актеров этого театра и того времени. Педагоги очень интересные были у нас. Многие артисты Малого театра приходили, но они были такими временщиками. Придут раз в неделю, в две недели раз. К нам Игорь Владимирович Кириевский пришел. Мой любимый артист. Один раз позаримался с нами. Мы все обрадовались. И он приходит и говорит, что, ребята, я понял, к вам надо каждый день ходить, а я не могу. Каждый день. Поэтому простите меня. Моего еще больше за искренность. Уважать стали и больше полюбили, как артисты, как человека. Коршунов, видите, начинал у нас. Поставил с нами сначала акт оптимистической трагедии, а потом весь дипломный спектакль. Я играл характерные роли. Только возрастные и ни одной молодой роли я не сыграл. Правда, мы с Марцевичем играли один акт. Лопа-де-Гага пьеса «Уехавший остался дома». Мы графов играли. У меня был такой жест, я такого интеллектуала играл, вот так руку поставил. В комиссии сидишь в первом ряду и говорят, какой он граф. Смотри, у него же блатная татуировка на руке. У меня сердце, повезенное девушкой. Вот такое было потрясение. Думаю, надо руки все нагримировать. И только лицо, и душу. Пять, что это все про души говорили? Вот на нашей школе учат, что души вовсе никакой нету, а есть рефлексы. Чего есть? Рефлексы. Но это когда чего-нибудь хочется, то слюнки текут. Правильно, а когда вот не хочется? Чего текут? Не знаю. Об этом нам еще не говорили. Ага. Вот, закончив участие, мы пригласили там во многие театры. И Олег Павлович Табаков, видимо, дипломный спектакль, вот, позвал современник. Современник это был выдающийся, я считаю, театр, созданный Ефремовым и его соратниками. Он возник изнутри, не сверху, по указанию какого-нибудь высокого начальника, а потребность народа нашего, освобождающегося от такой лживой идеологии, стремящейся к искренности, к раскрепощенности. Это было очень интересно, когда у нас поэты стали читать, стихи писателей прекрасные появились, в космос нация прорвалась. Гагарин? Да. Хотите присоединиться? Нет. Не всем же читать, кто-то должен запускать их. Это, конечно, прямой путь. От телефонного монтера до запад кузакет. А прямая-то с ней, врачайшее расстояние между двумя точками. А что? Крайне любопытный разговор у нас с вами завязывается, но надо работать. Вот такой театр возник. А там, кроме Олега, значит, Алмачева, Табаков, Кваша, Ив Стегнеев был самый взрослый человек, ему, по-моему, 34 года тогда был. Оформился. Витя Сергачев туда подошел. Много-много артистов был им. Нина Дорошина, Покровская Аллочка. Такой был островок против течения, возникший. Замечательный театр. И вот туда все стремились. Туда стремилась молодежь. Интеллектуальная, театральная, просто молодежь. Эта необыкновенная школа была для актеров, для человека. Мой учитель. Калина Борисовна Волтик. Она начинала, значит, вот пять вечеров. А так получилось, что Олег Табаков играл в «Пяти вечерах» и в пьесе «Розова». И дирекция чего-то перепутала, но назначила два спектакля с участием Табакова. Гостинка «Советская» и какой-то выездной спектакль. Он не мог разорваться. А тогда была демократическая в театре атмосфера, ты мог подавать всякие заявки на роли. Я подал на семь ролей, исключая желание сыграть роли Олега Ефремова. И так получилось, что мне в этот день говорят, ты, наверное, хотел «Розовку сыграть в пяти вечерах». Я говорю, да, хотел. Вот сегодня вечером будешь играть. Я приехал на репетицию к Ефремову, он болел, перевязанный был. Говорить не мог. Я почему-то один раз увидел пять вечеров, был потрясен этим спектаклем. Все запомнил. Тексты всех персонажей, всеми за сценами. Я вот, значит, у него репетирую. Он поднимал палец, что означало, теперь он говорит. Потом я говорю. Потом что-то он мне показал, идти сюда, я с ним поспорил с больным человеком. Принять сюда надо идти. А да-да-да-да, вечером я играл. Был срочный ввод. Срочный ввод первый раз получается очень хорошо. А вот второй раз, ты начинаешь думать, как же бы я вот играл-то тогда. Сроча, неожиданно, спонтанно. И уже, значит, чуть-чуть катишься вниз. Третий спектакль, когда театр пошел смотреть. Еще ниже пал. Но, тем не менее, меня вводить оставили. И мы играли. А, в общем, приятно было познакомиться. Слава. Слава. Если ты еще раз при мне, беденщин, то я семь шкур с тебя спущу и голом в Африку пущу. Усвоил? А, усвоил. А потом Галина Борисовна Волчок стал совершенно новое решение, свое продуманное воплощать в жизнь. Потому что Володин, посмотрев «Пять вечеров», он не во всем как-то принял спектакль. И она очень с нами подробно, скрупулезно работала, очень осторожно. Она, я почему-то очень люблю ее, что она поняла мою нервную систему и работала так себя вела, не повышая голоса. Все время говорил «Слава, молодец, очень хорошо». А теперь вот подумай на этой сцене. Я окрыленно иду домой, думаю, прихожу снова, снова, снова. Использусь, она осталась, я в своем сердце ношу ее, как самого такого близкого, дорогого у меня учителя, который меня поставил, махнул мне. Я попал. Иногда вот приходишь туда, где ты, предполагаю, не должен быть бы, но ты попал в эту точку, и у тебя начинается какая-то жизнь. Судьба начинается, скажем, крутошные роли в современном мире. Заметил меня Марлен Хусеев, который писал все время из застава Ильича, и ходил в подпись молодых артистов, которые никогда в кино не снимались. Меня до Марлен Мартыновича режиссера как-то приглашали, ну не они, а ассистентки нас все время показывали, режиссерам, что вот, мол, поколение появляется, способных людей. Мы приходили, и нас очень так отталкивали в самой такой жестокой, грубой форме. Мы с Марцевичем пришли к одному режиссеру, он сказал нам, «Вы знаете, ребята, вы никогда не будете сниматься в кино?» Марцевич сказал, «А почему?» «Вспылил». «У вас морды слишком интеллигентные». Так как я в сельской местности был, я как-то не мог приезжать, а Марцевич очень долго это помнил. Привели меня к одному режиссеру, знаменитому. Я вошел, он ко мне спиной встал, встал в окно, смотрел. «Да, из-за жизни». Ассистент говорит, вот он там читает, он так играет, он на все. У него заканчиваются аргументы на защиту. Тогда она последнее, что могла сказать, ну вы посмотрите на него, какая у него шея-то худая. Он тут взглянул на меня, сказал, тем более он не может сниматься в нашем фильме. Вот после этого молодые люди, как они себя ощущают? И вдруг звонок, Ролин Мартынович Хуцеев входит в свою познакомность. Я был потрясен его фильмом «Весна на царечной улице» на фоне наших таких героических и интиментальных картин. Она была про жизнь человека. Нам все понятно, что с нами происходит. Я думаю, пойду посмотри, кто ж такой Хуцеев. Фамилия-то еще такая странная. Ну, думаю, взглянул, тоже наверняка ведь обманет. Я пришел, у меня с Ищенко в студию горького статчика. Какой-то человек маленький, с короткой стрижкой, еще один зуб у него. Говорит, ну пойдемте. Я иду и все, думаю, где же Хуцеев? Он меня еще под локоть как-то так осторожно взял. Я так пьяным, всем видом показал. Вы что себе позволяете? Поднимаемся наверх, входим в комнату, никого нет. И она мне говорит, вот познакомься, вот Хуцеев. Я так начал хохотать от своего волнения, от того, что все, что со мной происходило. А у меня был пюджак такой с плечами мощными. Мы все с Марселевичем хотели героических. Персонажи играть, а были неубедительные. Только костюм нас спасал. Он мне говорит, видите, пожалуйста, пиджак. Я легко, я услышал доброжелательное расположение к себе, снял пиджак. И он сам стал смеяться. И говорит, все, я вас утверждаю на роль. Я думаю, какой жестокий. И тебя так обманет. А так ведь красиво сейчас казалось. Дайте ему сценарий, пожалуйста. Я даю сценарий, я его пышку и приехал вот на Ленинские горы, сел там, в тиши деревьев, и стал читать. Вот мы начали работать. Ну, с разложением. Разложение. Вольемся в мирный заряжательный труд. Вольем. Прощайте, ребята. Ну, что там мелькать? Ну, как тут у вас? Ну, все новости у Славки. Он у нас отец, семейнин, там и владелец. Правда, вот голос получил. Ммм, врастаешь быт. Врастаешь. Со страшной силой врастаешь. Вон, брак купил. Торшер, теперь его ничем не остановишь. Стяжатель. Накопитель. Чем он был замечательным? Мы три друга. Он нас рисовал, чтобы наши отношения были на экране видны дружеские. Нас вводил в гости к себе домой, куда-нибудь в театр, в дом кино, в шалычную вводил, подкармливал нас. И знакомил с писателем, какую-то атмосферу создавал вокруг нас. Ну, замерная словочка. Сереженька, Сереженька, ты закусываешь? Сереженька, все-таки хорошо. Кто из армии приходит, все тебе рады. Выходит зря, мой старый друг, мы берегли свою свободу. И сберегли мне ее одиночество свое. Потом мы присутствовали на всех художественных советах. Сначала все картину хвалили. Фурсова обещала Хуцеву, чтобы он сверлил отверстие его, в перчатке какую-то награду. Если вас тоже наговорили, ровно через неделю, когда Хрущев разругал нас, и те же люди, а мы были молодыми, мы не могли понять, как это можно. Такие гадости стали говорить, что это был 1937-1938 год, Хуцева могли бы прямо туда Сибирь отправить. Мы познакомились с Феллинием, с его женой. Это вообще была история потрясающая. Прилетел в Феллини, привез в 8,5 на фестиваль. Наша картина заполнила. Фюхрай, председатель жюри, едет в Кремль и говорит, надо обязательно Хуцева. Покажем, что мы художника критикуем, но мы не уничтожаем, не уничтожаем фестиваль. Нет, со стороны России был выставлен фильм «Знакомьтесь, Балуев». Народ шутил, знакомьтесь, Балуев. Режиссер Комиссаржевский снял фильм. Кто, что, никто не видел, что за фильм, что за, какой Балуев. Пресс-конференцию Феллини, все приглашают режиссеров, а Хуцева нет. Герасимов ему отдает свой изначенный грудный значок, что он в госфестивале. Марулен мне звонит, сказал, пойдем туда. Выходит итальянская делегация, все лезет, все хлопает, Феллинин вышел. Первый сын сказал, я бы очень был бы счастлив и рад познакомиться с Маруленем Сейлов. Он здесь, и вдруг весь зал вот так расходится, и мы с Сейловым стоим вдвоем. Все показали, что они к нам отношения не имеют, как бы, незаконно. Он сбегает, Федерико, Ярослава, Федерико, Марлене, в момент приводит Джилету и говорит, Джилету, сразу руку целовать. Я думаю, что это я был зарубежным артистом. Я говорю, Глория, слава по-итагански, Глория. Он говорит, Джилета, так мы познакомились благодаря этому фильму. Картина «Застава из-за чая» с Марленом, она мне открыла дорогу. После этого мне столько предложений, Владимира Ивановича Басова, я тоже с нервностью вспоминаю, позвал вот на пробу, мы с ним поговорили, я прочитал книгу, она мне не очень понравилась, она просто написана. И там много такого, я не разведчик, но я чувствовал, что это так не бывает, так это. Тем более, когда у нас консультанты появились, профессионалы, они поддерживали меня, и мы с Басовым пытались все это как-то реалистично сделать, поправдивее. Ну, насколько это удалось. Все хорошо, что хорошо кончается. Да, я весь в дерьме. Вы... Зачем? Чтобы не думать о том, что мы видели с тобой в лагере? Творяться, как будто этого нет и не было. Я переночую у тебя. У тебя дом рядом. Не хочу домой. Я иду обедать. Я... Вы что, с этими руками? Сволочи! Чудовище, сжигать детей! Плохо работаешь, Генрих. Доложи в гестапо, что ты не принял меня на эту обучку. Сейчас ты пойдешь со мной, и мы, наверное, узнаем, что дети сены. Я помню, когда война началась. Вторая альпийская баллада, по ней, вот, что ты видишь, все для меня было очень серьезно. Когда мне кто-то... Вот так, как горящий... Метод для меня очень серьезно. ...за старой отцовской буденой, Чтоб беду... Вот так кончен... Нашли... Автор с Ella ... Продолжение следует...